Важный этап. В стране стартовало досрочное голосование. Ради себя, ради своей семьи. Кто уже сделал свой выбор? Бунт стихии в Бобруйске за неделю произошло три пожара. Быть особенно внимательной с теплогенерирующими аппаратами. Почему важно помнить о простых правилах? Прошлое и настоящее в городе определили победителей региональной конференции. Большое спасибо за такую организацию. Какой посыл? А также сладкое производство, расширенный перечень и ответы на вопросы. Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют военнослужащих. Когда? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Президент провел совещание с руководящим составом госорганов системы обеспечения нацбезопасности. На разговоре с силовым блоком главе государства была доложена оперативная информация о складывающейся обстановке в Белоруссии и вокруг. Александр Лукашенко подчеркнул, важно правильно принять решение, ведь цена – мир и безопасность граждан. Все должны быть готовы к разному роду сценариям, так как в ближайшее время в стране пройдут главные политические события. Мир методично превращается в полигон глобального противостояния. Вы видите, что происходит на Ближнем Востоке. Уже открыто звучат угрозы применения ядерного оружия. Целые города стираются с лица земли вместе с их мирными жителями. И оказывается, так можно делать, не попадая под санкции, не становясь изгоем в глазах так называемого цивилизованного общества, носителей истинных демократических ценностей. Неспокойная ситуация и на европейском континенте, в том числе возле наших границ. В непосредственной близости от Белоруссии и России в рамках операций Альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих объединенных вооруженных сил НАТО и США. Также была поставлена задача Министерства обороны на предстоящий год уделить приоритетное внимание боевой подготовке воинских частей и подразделений. Главнокомандующий потребовал от Совета безопасности взять на личный контроль упущенные проблемы в беспилотной авиации. За минувшую неделю сотрудники МЧС ликвидировали несколько пожаров. В городе и районе произошло три возгорания. Огонь оставил след на имуществе и помещении по улицам Цветочной и Масловского. В деревне Панкратовичи пламя частично повредило перекрытие. К счастью, пострадавших нет. Спасатели Бавруйска напоминают, что продолжается отопительный период. Будьте особенно внимательны с теплогенерирующими аппаратами и печами. Не перекаливайте их и не используйте неисправные обогреватели. В жилых комнатах домовладения установите автономные пожарные извещатели, которые разбудят человека и спасут жизнь. С начала года в Бавруйске произошло 12 пожаров. Сотрудниками службы спасения эвакуировано 11 человек, один погиб. Железнодорожный коридор, внутренний рынок и приятные возможности. В стране расширен перечень специальностей, на которые можно поступить без вступительных экзаменов. Для кого предусмотрено нововведение. Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Концерн «Белгоспищепром» планирует увеличить присутствие белорусской продукции на внутреннем рынке. В прошлом году объемы производства увеличились на 6,5%. Было экспортировано почти на 105 тысяч тонн сахара больше, чем в 2022-м. В рамках программы импортозамещения произведено товаров на 564 миллиона долларов. Минобор расширила перечень специальностей, на которые абитуриенты смогут поступить без вступительных экзаменов. В списке 69 профилей. Среди новых – белорусская и русская филология, география и другие. Нововведение предусмотрено для победителей третьего этапа Республиканской Олимпиады по учебным предметам, медалистов и выпускников колледжей с дипломом с отличием. В комиссию для желающих вернуться на родину в этом году поступило уже 12 заявлений. Срок для подачи по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси, напомним, продлен до 31 декабря 2024. За время работы комиссии поступило 150 заявлений, из них рассмотрено 37, которые соответствовали необходимым требованиям. Беларусь приступила к модернизации железнодорожного коридора, который ведет к портам Санкт-Петербурга. Это повлияет на увеличение грузопотока. Если в 2024-м Синеоко планируют отправить в сторону северной столицы России порядка 13 миллионов тонн, то в последующие годы объемы перевозок достигнут практически 20. Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют военнослужащих 23 февраля в первой половине дня. Акция пройдет во всех территориальных коллегиях. Квалифицированные специалисты окажут помощь в устной форме по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Ровно в полдень по всей стране открылись избирательные участки. Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва и местных советов депутатов 29-го стартовала. За процессом голосования наблюдал Виталий Гаврусев. 20 февраля в стране стартовала важнейшая фаза электоральной кампании – голосование. По 24-й включительно можно отдать свой голос за кандидата досрочно. Это касается тех избирателей, которые не смогут в единый день голосования в воскресенье прийти на избирательный участок. Участки для голосования в Бобруйске, как и по всей стране, начали работу в открытом режиме. Период досрочного голосования продлится 5 дней – с 20 по 24 февраля. Избирательные участки будут открыты с 12 до 19.00 без перерыва на обед. 25 февраля в единый день голосования с 8 до 20.00. Все прошло в штатном режиме. Участок наш открыт. Члены комиссии готовы для работы. И сегодня уже идут избиратели прямо с 12 часов. На участке для голосования номер 30, который располагается среди школы номер 27, с утра многолюдно. Некоторые голосующие пришли сюда заранее, чтобы первыми отдать свой гражданский долг. Я голосую ради своей страны, ради себя, ради своей семьи, все тех, кто меня окружает. И я голосую за стабильность, за спокойствие, за уверенность и за мирное небо. Отметим, что электоральной кампанией предшествовала большая работа. В этом году у нас впервые проходит единый день голосования. И подготовка к этому единому дню голосования началась давно, сразу после проведения референдума. И мы прошли тренинги, мы изучили методические материалы. И наша комиссия готова к проведению этой кампании. Многолюдно с утра и на участке для голосования номер 25. Люди приходят, голосуют, выражают свою гражданскую позицию. Среди них и Александр Суходольский. Все обязаны выполнить свой долг. Обязательно надо прийти на участок, проявить свою позицию. Позицию за крепкое, стабильное будущее, за сильную власть. Учитывая тем более, какие сегодня присутствуют внешние, экономические, политические факторы. Просто другого быть не должно. На участке голосования номер 59 зарегистрировано 23 человека, которые будут принимать участие в выборах впервые. Для них подготовлен подарок. Конституция Республики Беларусь со всеми изменениями, которые произошли в процессе референдума. Ну, скажем так, это такой основополагающий документ для наших молодых людей, которые начинают свою взрослую жизнь. Принять участие в голосовании – это не просто проставить галочку. Это в прямом смысле внести личный вклад в формирование будущего. Виталий Гаврусев, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. В стране фиксируется подъем уровня воды. Наибольший вред талые воды причинили Брестской и Гомельской области. В Могилевской сохраняется подъем на большей части Березины, Ледостав, на Днепре и Соже. В связи со сложившейся обстановкой специалисты проводят постоянный мониторинг показателей. Анализируя подъем воды в течение февраля, вот с начала месяца, плавно, потихонечку, учитывая переменную погоду и оттепели, вода поднималась до прошлой пятницы, где-то 3-5 сантиметров ежесуточно, и достигла двухметровой отметки над нулем графика Бобруйского гидропоста. Это никакими отрицательными какими-то характеристиками не обладает. Подтоплению могут быть подвержены участки по улицам Набережная, Береговой, в районе переулка Труда, Майском. Критическим считается уровень выше 60 сантиметров. Малая Родина в Бобруйске прошла региональная конференция от Бобруйской епархии. Площадкой стала 35-я школа. Учащиеся поделились своими исследованиями в области православного краеведения. Старшеклассники выступили с видеопрезентациями об истории храмов и монастырей района и области. Защита научно-практических проектов по теме святыни Родного краю проводится в стране впервые. В рамках сотрудничества между Бобруйской епархией и Управлением по образованию Бобруйского горисполкома проводим вот эту конференцию для учащихся средних школ города Бобруйска. В 2024 году мы празднуем 80 лет освобождения Республики Беларусь. И сегодняшняя конференция еще раз подчеркивает важность сохранения исторического и культурного наследия нашего народа. Хочется отметить то, что мероприятие прошло на достаточно высоком уровне. Очень понравилось и большое спасибо за такую организацию. Жюри выбрали пять победителей. Все участники были отмечены дипломами, а научные руководители и педагоги получили подарки и благодарственные письма. В библиотеку 35-й школы была передана эксклюзивная серия из 12 книг от Бобруйской епархии. Сразу после нас в Бобруйск.Лайв. Моя коллега Мария Пересневич расскажет, на какие критерии стоит обратить внимание при выборе кандидата, выяснит, как выглядят современные народные избранники и узнает, за что любит Бобруйск глава депутатского корпуса. Ровно в 20.45 не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!